В КФУ отметили профессиональный праздник День медицинского работника. Направление английский и литература вошел в предметный рейтинг QS. Приемная комиссия Казацкого федерального открыла свои двери. Ректор КФУ Ильшат Гафуров и официальные лица Республики Татарстан ознакомились с результатами ремонтных и реставрационных работ, осуществленных в университетской клинике, а также приняли участие в торжественном заседании, посвященном Дню медицинского работника. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Казань Альмир Абашев ознакомил почетных гостей, в числе которых были руководители и представители республиканских министерств и ведомств с обновленной инфраструктурой университетской клиники. В частности, введенном несколько недель назад в эксплуатацию хирургический корпус. На сегодняшний день в здании на улице Ершова расположены шесть операционных, высокотехнологичная оснащенность которых позволяет проводить действительно уникальные операции. После обхода в актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, ректор университета Ильшат Гафуров объяснил причину такого пристального внимания, которое вузе уделяется сфере медицины. Мы желали, чтобы вся инфраструктура заработала и работала как пример для подражания. Я почему на этом акцентирую внимание, потому что мы готовим будущих врачей, людей, которые придут в ваши же клиники и будут, надеюсь, неплохими специалистами. Но почетные гости, сотрудники и студенты собрались не просто так. В сенах института в торжественной обстановке отпраздновали День медицинского работника, где ректор КФУ поздравил работников медицины с профессиональным праздником. Путь оказания содействия, продления жизни, улучшения в целом качества жизни нашего населения – это самый благородный, самый хороший путь, который может себе пожелать любящий себя и свое окружение человека. Если говорить о работе медицинского кластера в целом, важно заметить, что с момента создания университетской клиники продолжается процесс создания общей корпоративной культуры. Поздравляя медицинских работников с праздником, депутат Госдумы Российской Федерации 7-го созыва Фатих Сибгатулин отметил, что увиденное в хирургическом корпусе клиники не оставило его равнодушным. Еще одним почетным гостем праздника в КФУ стала депутат Госсовета Республики Татарстан Светлана Захарова, курирующая в своей работе социальные вопросы, в числе которых и здравоохранение. Отдельное внимание стоит уделить тому, как оценила работу университетской клиники и КФУ в целом министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин. Хочется выразить слова благодарности КФУ за то, что вы в качестве приоритетов выбрали бывшую базу ПСНП номер 2, поскольку она оказывает экстренную медицинскую помощь, она работает как скоропомощная больница, продолжает работать. И, конечно, огромное количество поступлений больных, круглосуточно, и очень важно было, чтобы, конечно, сделать правильное приемно-диагностическое отделение. Отдельной частью праздника, прошедшего в стенах Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, стало награждение лучших научных сотрудников, медицинских работников и студентов. Елизавета Евсифеева, Ленарда Влетьяров, Владислав Михневский, Универньюс. 19 мая в городе Тянжин Казанский Федеральный Университет принял участие в подписании соглашения о создании Китайско-Российского Центра Трансфера Технологий в области восстановления окружающей среды. Возможно, подобное сотрудничество повлияет на позицию Казанского Федерального в рейтинге QS. Но и говоря о рейтингах, мы напоминаем, что Казанский Федеральный Университет занял 252 место среди лучших вузов мира по данным рейтинга QS в направлении английский язык и литература. Как удалось занять эту позицию и что делается для закрепления уже полученных результатов, выяснял наш корреспондент Анна Глазунова. Выдающимся результатом и доказательством динамичного роста Казанского Федерального Университета является вхождение в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания QS. В нем представлены лучшие вузы мира. Лидерами рейтинга QS в течение многих лет стабильно являются вузы США и Великобритании. Но Россия тоже не сдает своих позиций. 24 российских вуза вошли в опубликованный рейтинг QS 2017-2018 годов. КФУ удалось войти в 9 ключевых предметных рейтингов по направлениям лингвистика, археология, коммуникации, СМИ, образование, английский язык и литература, экономика, эконометрия, физика и астрономия, искусство и гуманитарные науки. Российские вузы в направлении английский язык и литература присутствуют только второй год подряд. В прошлом году туда впервые вошел Московский государственный университет, а в этом году наш Казанский федеральный. Рейтинг складывается из трех основных составляющих. Это академическая репутация, репутация работодателей и цитирование на одну публикацию. Из этих критерий складывается единая оценка вуза, которая и составляет данный рейтинг. Если брать такой показатель, как академическая репутация, то здесь, конечно, наши коллеги из МГУ успели убежать достаточно далеко вперед, что вполне естественно. И они занимают общие 72 место условно вот по этому направлению, по этому критерию. Мы уже вошли в первые три сотни. Здесь у нас 285 место. Чуть лучше мы выглядим по репутации среди работодателей. Это 225 место. Достичь нам такого уровня, как 263 место, удалось, прежде всего, за счет третьего показателя, цитирования на одну публикацию. Здесь мы в общем рейтинге вошли на 171 место и обогнали наших коллег из Московского государственного университета, которые находятся по этому показателю только на 270 месте. Академическая репутация складывается из таких важных составляющих, как реструктуризация уже имеющихся магистрских программ, которые могут привлечь иностранных студентов и программ, связанных с зарубежной филологией. Достаточно интересно наблюдать, как постепенно меняется отношение к нам, к университету после этого роста, после вот этих достижений. Поэтому порой достаточно сказать, что да, вот мы находимся в рейтинге, здесь мы вот на таких позициях, здесь мы на таких позициях в области лингвистики вообще продвинулись. Благодаря публикациям в известных мировых журналах и высокой цитируемости Высшая школа русской зарубежной филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации Милева Толстого сыграла важную роль в закреплении позиций в рейтинге QS в направлении английский язык и литература. Мы очень внимательно анализировали, потому что, возможно, были статьи других преподавателей нашего Казанского университета вне Высшей школы русской зарубежной филологии, была проведена аналитическая кропотливая работа и, ну, в общем-то, 99% это статьи наших преподавателей. Важно не только занять свои позиции в рейтинге QS, но и закрепить их. Для этого Высшая школа русской зарубежной филологии ставит перед собой важные задачи. У нас сейчас идет работа по публикации высокорейтинговых журналов. Журналы очень высокого значения, в которые очень трудно попасть. Второе – это участие в профессиональных сообществах. Это позволит нам закрепиться в этой позиции, а может быть даже и подняться выше. В этом году Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого в планах увеличения количества публикаций в журналах международной базы данных «Скопос» и «Вэп оф Сайенс» с привлечением к сотрудничеству зарубежных и ведущих российских ученых. Мы прекрасно понимаем, что ни в коем случае нельзя замыкаться внутри себя. Обязательно нужно выходить на внутрироссийское сотрудничество, на международное сотрудничество. Это одна из составляющих успеха. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Всех абитуриентов в Казани волнует вопрос поступления. И пока школьники ждут результатов ЕГЭ, приемная комиссия Казанского федерального университета уже начала свою работу. 20 июня приемная комиссия Казанского федерального университета 2017 открыла свои двери для будущих студентов. Документы на поступление можно подать в электронной форме, отправить экспресс-почту или же написать заявление, лично придя по адресу Кремлевская, 35. Еще не по всем предметам известны результаты ЕГЭ, но тем не менее приемная комиссия работает уже в активном режиме. Сейчас подают документы те, которые либо ранее получили тестат, либо в прошлом году, либо те, которые учились в одном вузе, сейчас хотят перепоступить к нам. То есть вот такие категории. Либо те, которые на магистратуру или на заочной, но уже на руках у них есть документы в образовании. В этом году Казанский федеральный готов принять почти 14 тысяч студентов. Около 5 тысяч бюджетных мест, точнее 4 тысячи 980. Всего уже на первый курс мы в этом году планируем принять 13 тысяч 500 абитуриентов. Это в том числе и зарубежные абитуриенты, это более двух тысяч, которые мы ожидаем. Анна Глазунова, Леонардо Влитяров, Универньюз. Ну вот и подошел к концу наш эфир. Удачной недели и не забывайте следить за нами в социальных сетях.